Кровеносная и кровотворная система организма. Вообще правильно назвать сердечно-сосудистая система, да? Но дело в том, что в неё входит кровеносная, это то, что носит кровь. То есть сосуды, венокапилляры, микрокапилляры, артерии, вены и сердце самой. Кровотворная система – это то, что создаёт кровь. То есть из воды, лазма, соответственно, и форменные элементы крови, и прочее, и прочее. То есть это уже, соответственно, красный, белый, костный мозг и так далее. Сердечно-сосудистая система человека, она объединяет, в принципе, в какой-то мере, конечно, не только кровеносную и кровотворную, но ещё и частично лимфатическую, потому что кровь и лимфа неразрывно связаны между собой, и фактически лимфа – это очищенная кровь. Итак, сердечно-сосудистая система организма, она представляет собой замкнутый круг. Ну, это и понятно, из нас кровь, как говорится, не капает. И если нет проблем, то кровь у нас в кишечник идти не должна. Итак, давайте немного поговорим о сосудах. Кровеносные сосуды – это что? Ну, это фактически те самые магистрали, водопровод, по большому счёту, если так говорить, языком бытовым, по которым течёт кровь. В организме человека имеются несколько типов сосудов. Это артерии, по ним течёт артериальная, богатая, насыщенная кислородом крови. Это капилляры, микроскопические сосуды, которые подводятся, соответственно, к межлеточному пространству. Соответственно, в лёгких происходит газообмен между капиллярами крови, альвеолами, малюсенькими капиллярами лёгочной ткани. Ну, и вены, конечно же. Артерии – это такие, знаете, как бы это сказать, назовём так, шланги разного-разного диаметра, от маленьких до больших, понятно. Стенки у них толстые. И, естественно, нагрузка там самая высокая, сердце-то качает кровь, и большее давление в артериях там и измеряют давление крови. Они снабжены большим количеством мышечных волокон, благодаря чему как раз эти сосуды могут сокращаться, расслабляться, то есть тем самым уменьшать и, наоборот, увеличивать диаметр, то есть просветствовать. А вообще артерии называются именно потому, что по ним течёт артериальная кровь, а она как раз богата кислородом. Ну, скорость может быть очень большой по артериям крови, естественно, это в крупных сосудах, может быть маленькой, замедленной, и это уже патология, и вот это уже нужно разбирать почему и от чего. Как начинается и откуда артериальная система? Она начинается от левого желудочка сердца, из которого выходит самый крупный, главный артериальный сосуд – это аорта, и на протяжении от сердца до примерно пятого поясничного позвонка от аорты уже отходят многочисленные ветви, которые идут как отдельные каналы, отдельные магистрали к голове, это общесонные артерии, к верхним конечностям, подключичные артерии, например, да, к органам пищеварения, это, соответственно, чревный ствол и брыжеечные артерии, к почкам идут почечные артерии, ну и так далее. Значит, артерии снабжают кровь, как я уже сказал, питательными веществами, кислородом. Стенки артерии имеют собственные кровеносные лимфатические узлы, это важно понимать, потому что ведь стенки сосудов состоят тоже из каких-то клеток, и эти клетки нужно питать, поэтому они имеют свою систему микроскопическую, конечно, но тем не менее разветвленную и лимфатических сосудов, и микрокровеносных сосудов. Эти сосуды идут от ветвей ближайших артерий и, соответственно, от ветвей ближайших лимфатических сосудов, а вот венозная кровь из стенок артерий оттекает в ближайшие вены, то есть это как бы обратная магистраль, как вот в системах отопления, подача туда и обратно, они находятся параллельно друг к другу. Помимо самих сосудов, стенки и артерии, они чем еще пронизаны? Различными построениями функций нервными окончаниями. Разумеется, поскольку все процессы подчинены ведь чему? Нейрогуморальные регуляции, так называемые. То есть регуляции нервной системы и гормональной системы. Это все между собой безусловно связано. Это все происходит рефлекторно и, соответственно, зависит от правильности работы всех наших органов, от ее слаженной работы всего организма. А это зависит от нашего иммунитета, от питания и прочих факторов. Чувствительные вот эти нервные окончания, сосуды в том числе, мы говорим ведь о них сейчас, они реагируют на изменения химического состава крови. Естественно, иннервируются. Как вот рецепторы чувствуют любые изменения, отклонения от программы, так сказать, на изменение давления в артериях. И посылают нервные импульсы, соответствующие отделы центральной нервной системы, через позвоночник, головной мозг. И вот уже двигательные нервные окончания, которые приводят к сокращениям стенок, например, артерий, они находятся ведь где? В мышечном слое артерий. Так вот, двигательные нервные окончания при соответствующем раздражении вызывают как раз сокращение мышечных волокон, тем самым как раз уменьшая процвет артерии. Когда это происходит? Ну, сразу. Например, когда мы стрессуем, нервничаем, у нас вырабатывается адреналин моментально, благодаря вот этим нейрохимическим реакциям, идет спазм артерий, и у нас сужается. Есть большая вероятность потери крови. Мало ли, рана, какой-то хищный зверь напал, ну, все может быть. Потеря крови, надо уменьшить кровопотерю. Вот поэтому вырабатывается гормон адреналин, чтобы сузить, среагировать и спазмировать сосуды. Поэтому это хорошо, но это и плохо, если не выводится потом этот гормон из организма. Ведь это сосуды будут спазмированы, и наоборот, нужно уменьшить содержание в организме, а возможно, он выводится. Теперь мы пару слов скажем о венах. Вот вены – это уже кровеносные сосуды, по которым течет венозная кровь. Значит, так вот, кровь с низким содержанием кислорода течет именно по венам. Она, а вена, возвращается от всех органов, тканей, с периферии нашего организма, от каждой клеточки. Куда? К сердцу опять. Как и артерии, безусловно, вены бывают разного диаметра. Это понятно, что на периферии это микроскопические, крупные ближе к сердцу. Диаметр вен, он меняется в зависимости от объема наполнения в них крови. Это понятно. Чем больше объем крови, тем шире просвет вены. По венам кровь, конечно, течет медленно, буквально несколько сантиметров в секунду. Вены вообще, если, так сказать, сформулировать, это что? Давайте такую формулировку введем. Это несущая венозную кровь с низким содержанием кислорода и повышенным содержанием двоокиси углерода из органов и тканей. Правое предсердие. Исключение только составляют несущие кровь из легких в левое предсердие легочной вены. И вот кровь в них обогащена кислородом. Это исключение. Это очень важно понять. Стенки вен, они же тоже состоят из клеток. Их надо обновлять, клетки. Их нужно менять. Как это происходит? За счет чего? А за счет того, что в венах тоже есть сеть артерий микроскопических сосудов, которые являются как раз ветвями близорасположенных артерий, микроскопическими ветвями. И вот стенка вены, в ней тоже находятся нервные окончания, реагирующие на что? На химический тоже состав крови. Ну, на скорость кровотока, на другие разные факторы. И в стенке вен имеются двигательные волокна нервов, которые влияют на тонус мышечной волочки. И тоже, которые заставляют ее сокращаться. Но при этом, вот это важно понять, просвет вены незначительно изменяется. Конечно, вены бывают поверхностные и глубокие, поэтому различают их по глубине залегания. Поверхностные, понятно, располагаются в подкожной клетчатке и берут свое, ну, скажем, начало на поверхности венозных сплетений или венозных дуг, головы, туловища, конечности. Мы эти видим вены постоянно, если мы худощавы. Либо вены напряжены, у культуристов все вены очень хорошо видно. А вот глубокие вены, они находятся уже глубоко, под кожей мы их не видим. Они нередко бывают парные, это варианты обводные, это как бы защита такая. Они начинаются в отдельных участках тела, ну, естественно, в любых. Сопровождают они артерии, то есть параллельно идут. Поэтому они называются по-другому вены-спутницы. Вены, которые несут кровь от головы и шеи, они соединяются с венами, несущими кровь от верхних конечностей. Под ключичными венами, вот, и они образуют плечеголовные вены. Важно, что еще сказать здесь, от непарных органов живота, это органы пищеварения, селезенка, поджелудочная железа, кровь оттекает через воротную вену печени, где происходит утилизация, перестройка продуктов пищеварения. Печень синтезирует многие гормоны и ферменты, выполняет функции более 500 важных. А вот вены стенки сердца, потому что сердце вообще имеет свое собственное, кстати, кровообращение, снабжая себя, они впадают в общий сток сердечных вен, так называемый веничный синус. Вены и лимфатические сосуды также имеют соединительно-канный такой наружный гладкомышечный средний слой. И в некоторых органах вены лимфатических узлов, они подходят очень близко, они обмениваются. Из крови образуется лимфа, из лимфы кровь может и лимфа отдают кровь, токсины и наоборот. Поэтому, соответственно, хоть лимфатическая система и является канализацией нашего организма, но не только по ней передаются вредные для нас, которые должны быть утилизированы, химические соединения. Не только, а и по крови тоже, безусловно, и при засорении лимфатической системы, условно, так скажем. Когда, помните, я говорил, в толстом кишечнике каловые камни образуются слизь, грибами поросшие просветы и слизистые. От того, что мы питаемся неправильно, неадекватно, едем мертвую пищу вареную, животные белки, соответственно, происходит гниение, а дальше все приводит к тому, к чему я сказал. И тогда через сосочки лимфатические, вот нижняя часть тела, лимфатическая система не может вывести шлаки, токсины в кишечник, из которого они должны утилизироваться. Если это происходит, то много ядов попадает в кровь, и кровь становится ядовитой. Но капилляры – это мельчайшие кровеносные сосуды нашего организма, нашего тела. Их диаметр размеряется буквально микронами. Стенки капилляров, они очень тоненькие. Через стенки капилляров происходит обмен газами, питательными веществами между кровью и всеми тканями, клеточками нашего тела. Только единственное, что капилляр не непосредственно подходит к клеточке, выходит как бы в межклеточное пространство, и через вот эту специальную воду, межклеточное пространство, идет обмен газами, питательными веществами. Кстати, из этого же межклеточного пространства начинается лимфатическая система. Поэтому кровь и лимфа, они связаны между собой по-любому везде. Ну и скорость течения, как вы уже понимаете, по капиллярам, конечно, самая низкая. Итак, самая высокая в артериях, в венах послабей, а в капиллярах, конечно, самая минимальная. И вот если они чем-то забиваются, капилляры, то это самая большая проблема. Все начинается на периферии. Ведь человек, когда говорит, ноги холодные, это нарушение капиллярной циркуляции как раз в капиллярах и микрососудах. Ну а дальше капилляры объединяются между собой, соединяются в более крупные сосудики, так называемые посткапиллярные венулы. И они, сливаясь друг с другом, соответственно, ветвя собираются в венулы, и которые переходят уже в более крупные вены. А вот исключение составляют капилляры печени, расположенные между как раз венозными микрососудами и клубочковыми капиллярами почек. Тоже это исключение. То есть вот видите, печень и почки, за счет того, что это мощные такие фильтры, задача которой пропускать огромное количество крови любой ценой, так сказать, там более сложная система распределения. Во всех остальных органах и тканях капилляры служат мостиком между артериальной и венозной системами. Соответственно, уже кровь переходит из насыщенной кислородом, богатой питательными веществами артериалии, в бедную насыщенную кислородом, и менее с продуктами метаболизма, обменными в уже венозную. Понятно, что капилляры это как раз и есть микроскопические конечные сосуды, которые обеспечивают кислородом, питательными веществами, забирая продукты распада метаболизма, блекислый газ уже из клеток. Почему называется сердечно-сосудистая система замкнутой? Это круговорот. Это круговорот крови у нас в организме. Пульс и артериальное давление. Вот эти два важных показателя работы сердечно-сосудистой системы важно знать каждому. Пульс – что такое? Это толчок. Это толчок, который мы ощущаем, прощупывая артерии. Пульсовая волна, она формируется при выбросе крови из сердца в момент систолы, то есть сокращения сердечной мышцы. В норме частота пульса и его ритмичность соответствуют частоте ритмичности, сердечных сокращений. Так должно быть, а если это не происходит, тут уже происходят различные заболевания, разные формы аритмий. А что такое артериальное давление? А это уже давление, под которым протекает кровь по артериальным сосудам. Как оно формируется? Ну, во-первых, артериальное давление зависит от объема циркулировающей крови в организме. Общий объем, как правило, взрослого человека – 5,5 литров. Естественно, от размера человека зависит от габарита. И вот две трети крови течет по кровеносным сосудам. Снижение объема циркулированной крови приводит к уменьшению артериального давления, а увеличение – к увеличению артериального давления. От чего это зависит? Как раз почему крови может быть как бы меньше и больше? Ну, во-первых, от воды, от наличия количества воды. Пьем ли мы достаточное количество воды или не пьем, а должны пить. Во-вторых, артериальное давление зависит, конечно, от диаметра сосуда, по которому течет кровь. И чем меньше диаметр сосуда, тем больше что? Сопротивление течения крови, и тем больше артериальное давление. В-третьих, артериальное давление определяется работой сердца. Чем интенсивнее работает сердце, тем больше крови оно перекачивает за единицу времени, тем выше, соответственно, артериальное давление. А оно порой вынуждено работать сильнее и активнее сердца. Почему? Ну, например, когда загрязняются мембраны почек, печени, значит, будет сердце поднимать давление по команде гормональной системы, которыми уже управляют надпочечники, и не только они. Медицины приняты, конечно, определяют два вида артериального давления – систолическое и диастолическое. Систолическое артериальное давление соответствует давлению в артериальных сосудах в момент сокращения сердца. Это как раз максимальный показатель артериального давления. Диастолическое давление соответствует давлению в артериальных сосудах в момент диастолы, в момент расслабления сердца. Соответственно, у сердца есть два режима. Систола диастола, сокращение расслабления. Нормальное артериальное давление 120 на 80. 120 – это верхнее, это систолическое давление, да? А 80 – диастолическое. Когда сердце нагнетается кровь, давление не возрастает до того момента, пока кровь не выбрасывается из сердца в сосуды. Эти две фазы нагнетания крови в сердце, выталкивания в сосуды, составляют систолу сердца. Затем сердце расслабляется. И после своего такого своеобразного отдыха начинает наполняться кровью. И этот этап, очень быстрый, короткий этот этап, называется диастолией сердца. Соответственно, давление в сосудах имеет два крайних значения. Максимальное, вот это максимальное систолическое, и минимальное диастолическое. Колебания в их величинах называются пульсовым давлением. И вот эта норма систолического давления для взрослого человека в крупных артериях – это примерно 110-130 мм в крупном столбе, а диастолическое – около 90. А вот в аорте – около 70 мм в крупном столбе, да? Ну, как и, в общем-то, в самых крупных артериях. Уровень артериального давления, он определяет степень снабжения всех органов ткани нашего организма чем? Кислородом, питательными веществами. И вот даже небольшие изменения артериального давления могут значительно повлиять на работу того или иного органа. Почему? Очень просто. Потому что кровь либо снабьет в должном количестве нужными питательными веществами каждую клеточку, или нет, не пройдет. И все это настолько связано. Причем в регулировании, как я уже сказал, артериального давления участвуют оба механизма – и нервные, и гуморальные, то есть гормональные. Вот обогащенная кислородом кровь. А обогатилась она почему? Потому что она прошла через сеть кровеносных сосудов, которые подходят к бронхиальному дереву, к бронхам. Дальше, соответственно, идут легкие альвеолы – это самые микроскопические такие пузырьки, через которые осуществляется газообмен в малом круге кровообращения. Но мы сейчас говорим о чем? Вот уже обогащенная кислородом кровь по легочным ведам поступает из легких куда? В левое предсердие. Из левого предсердия артериальная кровь уже через такой двустворчатый специальный пропускной клапан, она попадает уже в левый желудочек сердца. А из него в самую крупную артерию, которую вы уже знаете, по орке. И ее, естественно, ветвям, артериальная кровь, которая уже насыщена кислородом и питательными веществами, она направляется ко всем частям нашего организма. Артерии делятся на артериолы, ну и, соответственно, капилляры, которые, как вы поняли, уже каждую клетчику организма через межклеточное пространство подходят. Посредством вот этих же капилляров осуществляется обмен с клетками, с органами, кислородом, двуокисью углерода, питательными, продуктами жизнедеятельности, распада клетчика. А дальше капилляры собираются в венулы и несут венозную кровь с низким содержанием кислорода и повышенным содержанием углекислого газа. Далее по сосудам венулы объединяются в венозные сосуды. И в конечном итоге они образуют два самых крупных венозных сосуда – верхнюю и нижнюю полые вены. Из правого предсердия уже венозная кровь, пройдя через правый предсердно-желудочный трехстворчатый клапан, поступает в правый желудочек сердца. А из него по легочному стволу, затем по легочным артериям в легкие. Значит, в легкие кровь уже, конечно, через вот эти самые кровеносные капилляры, опять-таки же свои, которые окружают вот эти альвеолы легких. Там происходит через диффузию такой процесс проникновения газа, атомарного уже вот этого кислорода. Там же происходит отдача 2-киси углерода уже в легкие. И мы из легких выдыхаем. Мы в газ выделяем тоже продукты, распады продукты, разложения в газообразном виде. И вот именно там капилляры после альвеолы кровь вновь становятся артериальной и через легочные вены. Опять она поступает куда? В левое предсердие. Весь этот цикл кровообращения в организме получил название круга кровообращения. Общего круга кровообращения. Учитывая особенности строения и функционирования сердца, кровеносных сосудов, общий круг кровообращения разделяют на большой и малые круги кровообращения. Итак, большой круг кровообращения, он начинается, попросту говоря, в левом желудочке, из которого выходит аорта, и заканчивается в правом предсердии, куда впадают верхние и нижние полы и вены. Это большой круг кровообращения. А малый круг кровообращения начинается в правом желудочке, из которого выходит лёгочный ствол к лёгким и заканчивается в левом предсердии, куда впадают лёгочные вены. И вот посредством малого круга кровообращения осуществляется газообмен кругом. Два слова о сердце. У нас вообще-то, честно говоря, два сердца, объединённых в одно. Вот поэтому оно может отдыхать, вот поэтому оно работает постоянно. Порой человек умирает, а сердце может работать. То есть это как раз были произведены опыты и на животных, когда брали и помещали в идеальный физраствор со всеми необходимыми питательными веществами для сердца, минералами, так сказать, вот всем. Сердце работало больше в разы, чем обычно живёт животное. То есть умирает и человек, и другие животные выше. Не от того, что, как правило, если нет проблем, конечно, с сердцем, а их очень много, может быть проблем. Но если их нет, то сердце может работать столетиями. Что надо знать о сердце? Это, конечно, можно назвать нашим насосом, помпой, если водяной говорить, да, центральный насос нашего организма. Каждую минуту сердце перекачивает примерно 5 литров крови. То есть внутри сердца имеются, как я уже говорил, вот эти 4 камеры, 4 полости. Они разделённые между собой перегородками и клапанами. Значит, сама работа сердца состоит из циклов, из меняющихся сокращений систол и диастол. То есть сокращение – это систолы и диастолы расслаблений. Во время сокращения систолы объём полости сердца уменьшается, и кровь, соответственно, выбрасывается из сердца в систему кровеносных сосудов. Во время расслабления диастолы камеры сердца расширяются, и сердце наполняется кровью. И вот в эту фазу наполнения расслабляется клапан, отделяющий сердце от системы кровеносных сосудов, клапан аорты. Вот той самой крупной артерии нашей, да, выходя из сердца, вот эта вот артерия получила название аорты. Он замыкается, клапан, благодаря чему кровь не возвращается обратно в сердце, если нет проблемы с специфической болезнью, да, а начинает течь по сосудам. То есть как бы клапан замыкает, это как обратный клапан в системе водоподачи в домах, да. Обратный клапан после ставится всегда, например, вот до насосов, и в зависимости от целей таких, чтобы в обратку не пошла. По какой-то причине вода в обратную сторону. Ну, а у сердца кровеносная система есть свои оградительные барьеры для этого, вот в частности вот этот клапан. Итак, смотрите, теперь по самому строению. Миокард, ну вы слышали, инфаркт миокарда и так далее. Так вот, миокард – это наиболее толстая оболочка сердца, а она не одна, но вот эта самая толстая. Она подразделяется на 2-3 слоя. В предсердиях может достигать примерно 2-3 мм, в правом желудочке 5-8 мм, а в левом 10-15 мм. Почему такая толстая там, а давление выше там? Конечно, из-за этого, чтобы сокращение, то есть давление возрастает, там нужно более толстая. Значит, защита, разумеется. Так вот, разница в толщине, понятно, как я уже сказал, связана с нагрузкой. А вот миокард состоит из поперечно-полосатых мышечных клеток миоцитов. Длина их колеблется, она примерно от 50 до 120 микрон, ширина примерно 15-20. Так вот, в центральной части миоцита расположены ядра, и сократительные элементы, миофибрилы, так называемые они, занимают периферическую часть сакроплазмы. Ну, дело в том, что способность сердца, к чему я так говорю, к непрерывной работе, к своей постоянной непрерывной, связана именно с содержащимися в миоцитах митохондриями. Ну, я как-то говорил, применимый, уж не помню какой темы, что такое митохондрия. Это энергетические станции нашего организма. Там огромное количество АТФ находится, одна зимтрифосфатная кислота. Это наши энергетические вот эти станции. Но митохондрия, значит, там ещё есть ферменты, которые участвуют в окислительных и восстановительных процессах. Они обеспечивают как раз клетки энергии, благодаря, конечно, уникальным свойствам нашей воды и крови, в частности, потому что она всё равно из воды состоит, вы знаете, да? И лития минерала, без которого невозможно было бы энергия, вот эта вот передача, отдача. Так вот, между снежными миоцитами, там, скажем, находятся такие ставочные диски, с помощью которых миоциты объединяются мышечные волокна. И через эти ставочные диски проводится возбуждение с одной клетки на другую. То есть, такой передачи цепной реакции. Дело в том, что ведь сердце – это мышцы, да? Это поперечно-полосатая тоже мускулатура, как наши мышцы двигательные. То есть, бицепсы, трицепсы, но в отличие от двигательных мышц, которые, безусловно, мы можем своей волей управлять, сердечная мышца, кроме каких-то исключительных знатоков глубоких медитаций, йоги и высоко в этом плане продвинутых людей, мы не можем управлять этими своими мышцами, хотя это поперечно-полосатая мускулатура. Но, тем не менее, так. Теперь, это мы говорили о миокарде. Теперь, есть эпикард. Он плотно прилегает к миокарду, тоже оболочка, и состоит из соединительной ткани. Свободная его поверхность, она покрыта мезотиленом. У основания сердца эпикард заворачивается и переходит в околосердечную сумку, перикард. А вот перикард в переводе «пери» – околосердечная сумка, греческого языка. Такое замкнутое мешковидное образование некое такое, которое и окружает сердце. Она состоит из двух листков – наружнего и, соответственно, перикарда внутреннего, висцерального эпикарда. Вот из этих частей. Эпикард является наружной оболочкой сердца. Непосредственно он покрывает вот эту мышцу миокард и с ней вместе с роща. И вот в области входа в сердце и выхода из него крупных кровеносных сосудов эпикард заворачивается и переходит, собственно, в перикард. Между листиками перикарда имеется такая щелевидная полость. Она содержит небольшое количество бледно-желтой такой серозной жидкости. В перикарде имеются кровеносные лимфатические сосуды, безусловно, многочисленные нервные окончания. Он окружен рыхлой такой соединительно-тканной клетчаткой. Между эпикардом и перикардом щелевидная полость, да, она небольшое количество, как я уже сказал, серозной жидкости содержит. Почему? Она уменьшает трение стенки сердца во время работы. Иначе оболочки истирались, как колодки у машины тормозные. А этого не происходит за счет вот этой серозной жидкости. Значит, соответственно, скороснабжение сердца осуществляется специальными такими правыми и левыми венечными артериями. Они отходят от восходящей аорты. И крупные вены сердца собираются в венечный синус и впадают в правое предсердие. Куда? Падают, кроме того, и мелкие вены. Сердце имеется, конечно, вот эта особо густая кровеносная сеть, потому что так важно снабжать каждую клетку сердца кислородом. Ведь представьте, мы же руками, ногами двигаем не всегда, а сердце отработает каждую секунду. Представьте, какое количество ему нужно кислорода. Вот поэтому сердце и снабжено густой кровеносной капиллярной сетью. Вот это ритмические нагнетания крови по венам артерии. Теперь фазы сокращения систола длится 0,1 секунду сокращения желудочков. Предсердие 0,1, желудочков 0,3. Это вместе 0,4 секунды. А общая пауза, расслабление диастола тоже 0,4. Половину своего времени сердца работает, жизни, ну так вот можно сказать. Половину отдыхает. И вот представляете, за вот эти доли секунды, какие мощные идут обменные процессы. Вот такой уникальный мотор сердца. Вы знаете, действительно, тут стоит вспомнить Фёдора Григорьевича Углова. И то, что он говорил, писал в своих книгах, например, «Сердце хирурга», конечно, она больше о человеческих отношениях, о жизни наших прошлых поколений, о настоящих людях, о высоких отношениях и о предательстве и прочее. Книга жизненная, советую почитать каждому. Но и он, говоря там с одним, по-моему, директором завода, который хвастался, показывая Углова, какие у нас мощные прессы, там давление, какое, так сказать, вот и перегрузку станки могут испытывать, запас прочности. Он сказал, представьте, какой запас прочности у сердца нашего, мы его так убиваем постоянно, насилуем, в десятки раз оно имеет запас прочности, как ни один станок и так далее. Почему? Ведь сердце ещё самовосстанавливающийся, уникальный насос, да, фактически вечный двигатель, грубо говоря. Продолжение следует...